18 марта ламутанцы приняли участие в акции «А у нас во дворе», проголосовав за свой кластер группу домов, находящихся рядом. Счетных участков, где проходило голосование, было 16, поэтому и юбилейных двориков, на которых появятся новые объекты, также 16. Накануне активные жители микрорайона Пской были приглашены на проектный семинар, посвященный обсуждению дизайн-проектов. Подробности в сюжете Альмира Новоселовой. Проектная мастерская состоялась в отдаленном микрорайоне города в пятой школе. Это первое очное обсуждение с активистами сразу трех кластеров победителей акции «А у нас во дворе» в Обском. Перед этим накануне горожан всех 16 юбилейных двориков опросили. Мы в течение 10 дней проводили опрос жителей кластеров, за что они выступают. За установку детской игровой площадки или спортивного комплекса, или малоархитектурной формы. Но малоархитектурную форму, к сожалению, не выбрал никто. Четыре кластера выбрали спортивную площадку, и остальные 12 кластеров выбрали детский игровой комплекс. В числе тех, кто хочет видеть в своем дворе детскую площадку, отец двоих детей Игорь Воробьев. Его кластер расположен рядом с поликлиникой. У нас уже есть детская площадка. Если ее дополнить, будет приходить больше ребят. Им будет веселее играть, рассуждает молодой папа. Но только этим Игорь не планирует ограничиваться, поэтому предложил идею использовать пустырь напротив дома в качестве футбольного поля. У нас рядом с домом уже есть детская площадка, но у нас есть такой большой плюс. Рядом с дома, прямо напротив, есть поле. Поле, раньше было какое-то здание промышленное, производственное, его снесли и оставили чистую площадку с песком. И было бы неплохо добавить какие-то элементы новые к имеющейся площадке. Ну и как предложение это поставить в футбольные ворота, потому что ребята у нас очень активные, часто играют в футбол во дворе. 6 миллионов 400 тысяч выделено на установку объектов благоустройства на все 16 юбилейных двориков. Уже проведены изыскательные работы, рассчитана сумма, которая потребуется на подготовку территории и установку обязательных элементов. За ее вычетом на одну детскую площадку или спорткомплекс остается 265 тысяч рублей. Именно на эту сумму жители на проектной мастерской сами выбирали объекты, которые они желают видеть в своем дворе. В минимальные требования входят установка ограждения площадки, где-то отсыпка, планировка ее, установка урны и установка скамейки. Ну а дальше жители домов, входящих в этот кластер, будут выбирать уже из тех наборов, которые мы предложили. То есть кому-то может захочется дик плюс качель, кто-то захочет поставить балансир, кто-то еще. То есть можно набрать мелких форм, можно поставить один большой детский игровой комплекс. Таким образом, жители с активной жизненной позицией сами определили наполняемость и местоположение объекта благоустройства.